Есть две новости в Украине. Первая то, что постройка мечети большой в Киеве и также сделать два праздника Уроза и Курбан-Байрам государственными. Как вы это прокомментируете? Правда ли это? Да, конечно. По этому поводу есть масса информации в открытых источниках, в СМИ. Строительство соборной мечети запланировано. Есть договоренности на уровне государственного между Турцией и Украиной. Поскольку планируется не просто строительство мечети, но строительство квартиры для вынужденных переселенцев, крымских татар, строительство культурного центра, строительство школы и так далее. Это целый объект, причем с участием различных организаций государственных, турецких. Этим мы не занимаемся, как духовное управление. Мы этим не занимаемся. Все этим занимается, насколько мне не имеет память, фирма АСТЭМ. Можно погуглить, узнать номера контактные, кому интересно, прозвонить и задать нужные вопросы. На ком этапе? На сегодняшний день идет этап согласования всей этой проектной документации. Это очень сложная вещь, на самом деле. Как это обычно бывает? Ну, конечно. Второй вопрос – признание праздников государственными. Был указ президента Зеленского относительно этого. Довели ли до конца это дело? Насколько я знаю, еще не довели. Ну, указ Зеленского был. Но оно как будет? То есть, получается, эти праздники будут выходными даже для немусульман, как большинство в Украине? Нет, смотрите, что это означает. Это означает, что в календаре, в официальном календаре, эти дни будут красными. Но они не будут официально выходными днями. Почему? Потому что это совершенно другая история. Это бюджетная история. Ну, да. Этого не будет. Ну, все равно будет уже интересно. А если я, например, работник, я могу потребовать в этот день себе выходной? Потому что я мусульман. Или просто договор? Нет, потребовать нет. Скорее всего, в рамках украинского законодательства только право там, даже если начальство против, взять выходные. Да, выходной.